Пенсия по старости без трудового стажа. Граждане знают, что величина их пенсии зависит от трудового стажа и от размера страховых взносов. Но могут ли получить пенсию лица без трудового стажа? Да, работодатели часто не оформляют сотрудников, чтобы не платить в различные фонды. А потом сотрудники остаются без необходимого трудового стажа. Кстати, служба в армии включается в стаж. Как бы ни менялось законодательство, неработающим гражданам назначают выплаты. Чтобы иметь четкое представление об этом вопросе, нужно знать законодательную базу и другие важные нюансы. Пенсия по старости без трудового стажа доступна всем гражданам РФ. Но нужно соответствовать некоторым требованиям, пенсия без стажа оформляется при определенных условиях. Условия назначения пенсии без стажа. Страховая пенсия отличается от социальной. Чтобы получить страховую пенсию, нужно иметь 9 лет стажа, определять стаж можно в ПФР, и минимально 13,8 пенсионных баллов, включение в стаж, армия. На социальную пенсию могут рассчитывать граждане, не имеющие необходимого специального стажа. Обеспечение пенсионеров, это одна из главных задач правительства. Пенсионеры знают, куда направить деньги, обратите внимание. Статья 39 Конституции России ФЗ гласит, что каждый гражданин РФ получает гарантированную социальную защиту. Это имеет отношение к различным причинам, утеря здоровье, пенсионный возраст. Юридическая грамотность в этом вопросе важна. Не все граждане могут получить работу в молодом возрасте и наработать необходимый стаж. Например, женщина, являющаяся женой военнослужащего, не может найти работу в закрытом гарнизоне. Поэтому она будет заниматься домашним хозяйством без возможности получить трудовой стаж. Сложно получить в северных частях тундры. Правительство учитывает этот момент, поэтому все граждане РФ могут рассчитывать на помощь. Пенсионное удостоверение расширяет границы возможностей. Чтобы гражданин получил пенсию без стажа, ему нужно попадать под определенную категорию. Возраст. Для женщин это 60 лет, а для мужчин 65. В регионах Севера возраст иной – 50 лет. Гражданство РФ или иностранец, проживающий в стране более 15 лет. Отсутствие иных видов пенсий. При выполнении этих условий человек может без труда оформить социальную пенсию. Некоторые категории граждан могут выходить на пенсию по выслуге лет досрочно, для многих это имеет значение. Это государственные служащие, медицинский персонал, педагоги. Есть определенные ограничения в плане необходимого педагогического и медицинского стажа. Какие выплаты можно получать одновременно с социальной пенсией по старости. Специальный стаж для назначения страховой пенсии есть не у всех, некоторые работодатели не заботятся о будущем своих сотрудников. Отсутствие стажа можно объяснить и иными случаями, например недееспособность. Но существует социальная пенсия и доплаты к ней, чтобы ее получить, необходимо достичь определенного возрастного порога. Пенсия на носу, нужно узнать все заблаговременно. К сожалению не все граждане знают о том, что государство предоставляет различные выплаты пенсионерам, помимо основной выплаты. Так как работники ПФР не объясняют, на что может рассчитывать человек. Юристы могут помочь пенсионерам в этом вопросе. Они знают, какие надбавки им положены. Вот выплаты, которые существуют помимо основных. Начисления в связи с заслугами перед страной. Бесплатные социальные услуги. Выплаты каждый месяц. Область проживания не имеет значения. Социальные доплаты. При определенных видах занятости положено дополнительное начисление. Прибавление пенсии в связи с уходом за недееспособным. Вот категории пенсионеров, которым положена выплата. Инвалиды, герои Союза Советских Социалистических Республик. Пострадавшие в период. Великой Отечественной войны. Чернобыльцы. Бывшие пленники канцлагерей и гетто. Если гражданин попадает по двум и более категориям, ему все равно положена только одна надбавка. Кроме пострадавших в Чернобыле, так как им требуется часто проходить лечение в санаторно-курортных организациях. Важно. В качестве льгот можно рассчитывать на определенный перечень лекарств, проезд в санаторно-курортные организации и обратно, участие. В программе по получению путевок в санаторий. Гражданин имеет право пользоваться этими возможностями сразу вместе. Еще он может отказаться от этих услуг и получать надбавку в денежном выражении. В Пенсионном фонде России гражданам ответят на все вопросы. Чтобы получить надбавку, нужно соответствовать два требованиям, доход не достигает прожиточного минимума, человек проживает в России, имеет прописку и нетрудоустроен официально. Сфера тоже имеет значение. В денежном выражении помощь выглядит так. По возрасту, 4558,93, если возраст более 80 лет, то выплату удваивают. За трудовую деятельность. На Крайнем Севере, 1100, пока законопроект рассматривается. Государственным рабочим, при переработке нормы плюс 3% за каждый год. Донором, плюс 10. 000 рублей один раз в год. Звездочка. На заметку. Пенсионеры Москвы, проживающие на ее территории 10 лет и больше, могут получить надбавку, если их пенсия не достигает прожиточного минимума. Какая пенсия будет, если человек не работал? Социальная и страховая пенсии регулярно меняются. Если нет специального трудового стажа, будущий пенсионер может рассчитывать на социальную пенсию. Ежегодно размер пенсии изменяется в большую сторону. Корректировки приходятся на 1 апреля. На размер перечисления влияет положение в стране и процент инфляции. Сумма увеличивается аналогично с процентом инфляции. Например, в 2017 году выплата выросла на 4%, ее размер достиг 4959,85 рублей. В 2018 году пенсия в среднем составила 8,600 рублей. Так как будет перерасчет, ее размер вырастет до 8,800, повышение на 2,6%. А какая будет пенсия, если стаж 15 лет? Конечно, выше. Но ее размер зависит скорее от величины отчислений. Хотя стаж тоже имеет значение. На Украине, например, с пенсионным вопросом все крайне сложно. Там применяются для расчета нереальные формулы. И размер пособий тоже невысок, 2480 гривен. Неужели в России действительно повысят размер пенсии? Порядок оформления социальной пенсии по старости. Пенсионный закон номер 166 отвечает на многие вопросы граждан. В каком возрасте можно получить социальную или страховую выплату? Какова величина выплаты? Право на увеличение, кто может рассчитывать на подобные выплаты? Для оформления социальной пенсии следует посетить пенсионный фонд. Еще можно обратиться в многофункциональный центр, МФЦ. Можно направить заявление почтовым отправлением, если ПФР отсутствует в населенном пункте, в котором проживает гражданин. При посещении отделения МФЦ или ПФР потребуется предъявить следующий список документов. Паспорт, документ о гражданстве, СНИЛС. Важно, еще нужно иметь трудовую книжку, если книжка хотя бы однократно заводилась. Работникам Севера необходимо иметь справку, подтверждающую место жительства. Если гражданин проживает в Москве, он может получить надбавку, даже не имея специальный профессиональный стаж. Для этого родителю нужно предъявить справку о составе семьи и подтверждение инвалидности ребенка. Если заявление будет подаваться в письменном виде, важно грамотно все оформить. Лучше будет заполнить бланк в компьютере. Если этой возможности нет, то писать заявление нужно на компьютере. На рассмотрение поданных документов уходит 10 дней. После этого срока гражданин получает ответ по заявлению. Он может быть положительным или отрицательным. При положительном решении гражданину начисляют выплату с начала месяца, в котором было подано заявление. При положительном решении гражданин получает пенсионное удостоверение. Какие есть нюансы оформления? При оформлении документов на пенсию по старости без стажа у гражданина не возникнет никаких сложных моментов. Они могут появиться после. Так, гражданину могут перестать начислять денежные средства. Это связано с определенными ситуациями. Переезд из РФ на ПМЖ, получение второго гражданства, выход на работу. В течение полугода деньги не оказались востребованными. Только жители Крайнего Севера не могут лишиться социальных выплат. Не имеет значения стаж и выход на работу. Если деньги остаются невостребованными в течение шести месяцев, ровно на этот же срок прекращают поступать выплаты. Пенсию отменят вообще, если гражданин не подаст обращение для начисления выплат вновь. Важно, не нужно забывать о том, что в 2018 году рассматриваются некоторые изменения касательно пенсионного возраста. Его хотят повысить. Пять лет будет разница между выходом на пенсию по стажу или по возрасту. В итоге в 2028 году мужчины смогут получить социальную пенсию в 70 лет, а женщины к 2034 году в 65 лет. У государства и граждан разное понятие в этом вопросе. Пенсионный возраст будет увеличиваться плавно. На шесть месяцев каждый год. Но многие граждане не согласны с этими жесткими законами. Поэтому, скорее всего, такие жесткие меры не будут приняты. Изменения смягчат. Но на это не стоит надеяться со 100% вероятностью. Социальный уровень пенсионеров и так переживает не лучшие времена. Звездочка цены актуальна на сентябрь 2018 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова